Привет, друзья! Олег Газманов – музыкант и композитор, подаривший миру бессмертные хиты, эскадрон, есаул, морячка, офицеры и десятки других композиций, полных неподдельного патриотизма и проникновенной лирики. Даже в своем 70-летнем возрасте Олег остается в отличной спортивной форме, с мощным голосом, который позволяет исполнять полюбившиеся миллионам хиты. Поклонники артиста тепло принимают его творчество во всех проявлениях, с нетерпением ожидая очередной песни. Сегодня мы решили рассказать о личной жизни Олега Газманова, женах и детях исполнителя. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Олег Газманов, сколько он зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Олег Михайлович Газманов родился 22 июля 1951 в городе Гусе в Калининградской области. Мальчик вырос в семье фронтовиков. Отец Михаил Газманов был профессиональным военным, а мама врачом-кардиологом в военных госпиталях Прибалтики и Дальнего Востока. Все детство Олег провел в Калининграде, в городе, который хранит в себе отголоски Великой Отечественной войны. Все мальчишки поголовно увлекались поисками оружия и боеприпасов в заброшенных местах. Занимался этим и юный Газманов, и довольно быстро он собрал у себя дома целый склад оружия. В его арсенале был даже немецкий станковый пулемет. Когда родители уходили на работу, маленький Олег ставил его на подоконник и бомбил воображаемого противника. Как-то раз Олег наступил на противотанковую мину, не смог сдвинуть ее с места и начал вскрывать ее прямо на месте. Такое любопытство могло бы закончиться трагедией, если бы отец мальчика вовремя не заметил его эксперименты. Петь Олег Газманов начал еще в детстве. Впрочем, поначалу музыка совершенно не вызывала у мальчика приятных эмоций. В пять лет мальчика отдали в музыкальную школу, класс скрипки. За следующие два года, чрезмерно строгий преподаватель привил Олегу стойкую неприязнь к музыке. Тогда он начал заниматься спортом. Надо сказать, что в детстве Газманов не отличался богатырским здоровьем. Врачи диагностировали ему врожденный порог сердца и запретили ему физические нагрузки. Но упорный юноша решил сам взять жизнь в свои руки. Невзирая на запреты родителей, он убегал из дома по водосточной трубе и отправлялся в гимнастический зал. Поначалу 11-летнего хилого мальчика даже не хотели принимать в секцию, но через год занятий он уже был сильнейшим в группе. Мама Олега сначала противилась, но через пару лет шумы в сердце ее сына пропали. В 1967 году он стал первым в СССР, кто сделал двойное сальто в вольных упражнениях по легкой атлетике. Ну а профессиональной карьере спортсмена пришлось забыть после травмы. В девятом классе Газманов раздробил ноги о перекладину и долго прилежал в больнице. В школе Олег Газманов учился средне. Кстати, науки он постигал в одном заведении вместе с будущей первой леди России Людмилой Путиной и Ладой Дэнс. После выпуска Газманов поступил в инженерно-морское училище Калининграда. После его окончания в 1973 году еще три года будущий артист ходил под парусом на морозильном траулере Волжанин. Однако музыка затягивала его все больше и больше, пока однажды мужчина не принял решение поступить в музыкальное училище, которое с успехом окончил в 1981 году. Свою карьеру музыканта Олег Газманов начал еще в юности. Параллельно с учебой в музучилище он пробовал себя в различных коллективах – «Синяя птица», «Галактика», а также играл на потеху публики в ресторане «Калининград». Уже в это время Олег Газманов проявил себя как композитор, но писать слова к собственной музыке пока не отваживался. Потом рискнул, и по мнению его многих музыкально-компетентных знакомых, дебют вышел весьма успешным. В 1986 году он написал свой первый хит – «Песню о девушке по имени Люси». Но, увы, сам исполнить ее не сумел, серьезно сорвал голос. Поэтому Олег Михайлович сделал ставку на сына и не прогадал. Люси в исполнении пятилетнего Родиона Газманова произвела настоящий фурор. Но текст песни пришлось переделать, ведь было бы странно, если бы маленький мальчик начал петь о девушке. Поэтому в песне теперь пелось о пропавшей собаке по кличке Люси – любимице всего двора. Осознав, что Москва откроет им новые перспективы для музыкальной карьеры, Газманов перевез в столицу сына и супругу. На Люси оперативно был снят клип, который попал в эфир программы «Утренняя почта» и в одночасье сделавшая Родиона Газманова популярным, а вместе с ним и его отца. Вдвоем с одним этим хитом они собирали целые стадионы. В 1989 году певец создал собственную группу под названием «Эскадрон», куда также вошли Валентин Лёза, бас-гитара, Юрий Бабичев, ударные, Галина Романова, клавишные, женский вокал. Спустя два года Свет увидел первый альбом Олега Газманова «Эскадрон». Началась череда концертов в России и за рубежом. Самые большие площадки страны заполнялись поклонниками до отказа. За свою творческую деятельность Олег Газманов выпустил более десяти альбомов. В 1993 году вышел диск «Морячка». Спустя год появилась пластинка «Загулял». Дальше больше. «Бородяга», «Москва. Лучшие песни», «Эскадрон моих песен шальных», «Красная книга». В 2004 году публике были представлены господа офицеры 10 лет. А спустя год вышла пластинка «Сделан в СССР». В 2015 году Олег Газманов выпустил альбом «Вперёд, Россия». Олег Газманов был дважды женат. С первой женой Ириной он познакомился, когда ещё был далёк от эстрадного Олимпа. На то время Олег был курсантом Калининградского морского училища, а Ирина училась в Калининградском государственном университете на химико-биолога. В 1975 году влюблённые поженились. Через шесть лет в семье Олега Газманова случилось пополнение. Супруга родила мальчика, которого назвали Родион. После рождения сына Ирина ушла с работы и полностью посвятила себя мужу и воспитанию наследника. Вскоре Олег Газманов решил строить карьеру в шоу-бизнесе и с семьёй перебрался в Москву. Там он обрёл популярность, который так стремился. Артист постоянно пропадал на концертах и гастролях, а быт полностью лёг на хрупкие плечи Ирины. К тому же поклонницы не давали покоя ни днём, ни ночью, постоянно названивая домой и присылая мешками письма. Но жена Олега Газманова терпела, желая сохранить семью. Прожив больше 20 лет в браке, Олег и Ирина всё же развелись. Хотя последнее время их супружество носило исключительно формальный характер. По достижению совершеннолетия Родион Газманов начал сам зарабатывать себе на жизнь. Парень устроился в ночной клуб барменом и дорос до управляющего этого заведения. По ночам Родион работал, а днём учился в финансовой академии при правительстве РФ. Он закончил вуз с красным дипломом, получив специальность финансового менеджера. Трудился аналитиком с торговой сети «Детский мир». Занимался бизнесом в сфере строительства и недвижимости, агробизнесом. Ещё в студенческие годы Родион Газманов основал собственную группу ДНК, с которой выступал на различных мероприятиях. В 2003 году Олег Газманов женился второй раз. Его избранницей стала Марина Муравьёва, бывшая супруга брата Сергея Мавроди. Их первая встреча произошла в 1998 году, когда Газманов приехал с гастролями в её родной Воронеж. Ей было 18, ему 47. Сначала артист увидел куда-то спешащую длинноногую блондинку, но не сумел рассмотреть её лица. На следующий день он снова заметил её неподалёку от концертной площадки и подослал своего барабанщика, чтобы тот пригласил Марину на концерт. Это оскорбило девушку. «Передайте своему боссу, чтобы гонца больше не подсылал». Пришлось Газманову лично пригласить красавицу. Она согласилась, но лишь из вежливости, так как не была поклонницей его творчества. Но её мнение радикально поменялось после представления. Такая энергетика витала над залом, так эмоционально публика реагировала на каждый аккорд. Позже девушка вышла замуж. Её избранником стал Вячеслав Мавроди, брат основателя печально известного МММ. Но из-за финансовых махинаций Вячеслава посадили в тюрьму. А Марина, будучи беременной, осталась одна. Но Олег Газманов ни на минуту не забывал свою любимую. И когда женщина родила, именно он встречал её с малышом у роддома. Вячеслав Мавроди дал развод Марине, Газманов тоже развёлся с первой супругой. И теперь ничего не мешало их отношениям. Маленького Филиппа, сына Марины, он принял как родного, воспитал и дал свою фамилию. Благодаря ярким внешним данным, Филипп Газманов участвует в различных модных показах, а также снимается для рекламных кампаний. Однако моделинг для Филиппа всего лишь хобби. Он не считает это занятие серьёзной профессией. Сейчас Филипп Газманов ведёт свой бизнес в сфере грузоперевозок. Этот бизнес приносит Филиппу хорошую прибыль и позволяет вести безбедную жизнь. В декабре 2003 года на свет появилась их совместная дочь Марианна. Дочь Олега Газманова знает несколько иностранных языков, хорошо рисует и играет на гитаре. Девушка решила связать своё будущее с актёрской профессией. Семья Олега Газманова живёт в Подмосковье. В заповеднике «Серебряный бор» на участке площадью 15 соток у них роскошный особняк. Дизайном жилища занималась супруга-артиста Марина. Двухэтажное деревянное строение является уникальным в плане архитектурных решений. Рассматривая фасадную часть коттеджа, можно чётко увидеть силуэт корабля. На первом этаже дома располагаются гостиная, зимний сад, столовая и кухня. На втором уровне – хозяйская спальня, детская и гостевая комната. Дети Олега Газманова часто собираются в отцовском доме на семейные посиделки. Естественно, Газманов не забыл про свою слабость – музыку. Для этого в коттедже обустроили студию, где певец музыцирует и исполняет новые и полюбившиеся хиты. Часто изнурительный день Газманов заканчивает посещением собственной финской сауны. Но самое любимое место Газманова – гараж. Там у него находятся внедорожники, колёса, велосипеды. Артист владеет и прекрасными апартаментами в Италии. Вилла находится в уникальной местности, которую практически не затронула цивилизация. Несмотря что размеры тосканского имения не особо большие, в нём нашлось место фруктовому саду с уникальным ландшафтом – бассейну, окружённому роскошным настилом из дерева, каменной печи для приготовления шикарного шашлыка. Кроме итальянского дома и подмосковного корабля, Газманов владеет прибалтийской квартирой. Однако недвижимость вызывает не самые приятные воспоминания. Это обусловлено трудностями в процессе оформления документации, из-за которых Газманов до сих пор не может заселиться в собственное жильё. Жилплощадь в Прибалтике остаётся пустовать, дожидаясь своих жильцов. В 2021 году Олег Газманов отпраздновал 70-летие. В это сложно поверить, ведь народный ЕСАУ по-прежнему жизнерадостен, оптимистичен и находится в отличной физической форме. 27 октября на сайте конкурса «Марка номер один» завершилось ежегодное общенациональное голосование. Десятки тысяч потребителей назвали отечественные бренды, вызывающие наибольшее доверие, чья продукция пользуется заслуженной всенародной любовью. По результатам опроса, лауреатом 2021 года в номинации «Лучший исполнитель» стал Олег Газманов. Стало известно, что гонорар Олега Газманова за одно выступление или корпоратив составляет более 2 миллионов рублей. У Газманова есть водитель, 5 музыкантов и звукорежиссёр. В месяц на работников и персонал певец тратит 350 тысяч рублей. Друзья, давайте пожелаем Олегу Михайловичу невероятных успехов и в творчестве, и в личной жизни. Пусть каждый день приносит с собой вдохновение и желание покорять этот мир. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!